Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коротко, тезисно скажешь, как тебе в целом региональный этап АССК? Ну да, мы начали 15-го числа марта в КСК «Карриолимп». Было торжественное открытие. Параллельно 50 регионов страны прошло это открытие. Сначала мы выясняли сильнейших среди футболистов. Настольный треннис прошел, шахматы, волейбол и стритбол. То есть 5 видов спорта, которые у нас в чемпионате включены. И вот выяснили чемпионов среди наших спортклубов. Их было всего 6 спортклубов. Точнее, от 6 до 8 команд принимало участие в различном виде спорта. Ну хорошо, я сейчас предлагаю посмотреть нам сюжет с открытия из мини-футбола. Так как мини-футбол это был первый вид спорта, где разыгрывались путевки. Итак, друзья, Иван Евсеев сейчас подробно вам расскажет о данном событии, об открытии данного мероприятия и о мини-футболе, соответственно. Смотрим. 15 марта в спортивном комплексе КАИ «Олимп» прошла церемония открытия регионального этапа Ассоциации студенческих спортивных клубов России, в завершении которой состоялся финальный матч по мини-футболу между Казанским государственным энергетическим университетом и Казанским авиационным институтом. В этом матче решалось, кто станет счастливым обладателем путевки на всероссийский финал чемпионата АССК, что только прибавляло зрелищности и энергичности к этой игре. Сегодня пройдет открытие регионального этапа чемпионата АССК России в Республике Татарстан. Такие открытия пройдут еще в 50 регионах нашей страны. В этом году всероссийский финал пройдет в городе Анапа, где соберутся полторы тысячи участников и сразятся за главный трофей этого чемпионата. Уже с самого начала обе команды принялись за дело. Игроки выкладывались без остатка буквально в каждом моменте и сохраняли предельную концентрацию на протяжении всего матча. Первым тайм еще так и не был открыт, а вот второй тайм стал ключевым в этой встрече. Первыми счет открыл сборная КГУ. Но футболисты КАИ явно превосходили классом своего соперника, что позволило им отыграться и даже выйти вперед с разницей в три гола. В конце встречи энергетикам все же удалось сократить разрыв в один мяч. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Ну что ж, вот сюжет подошел к концу и хочется сказать, что, увы, защиты титула в этом году не будет. Да, да. К сожалению, в этом году на финал России поедет команда, представляющая КАИ. Наши ребята были представлены двумя командами, и обе команды вышли в полуфинал. Но, к сожалению, обе команды проиграли. Очень обидно за футболистов с Эконома. Они были очень близки к финалу. В принципе, они являются фаворитами турнира. Но в полуфинале они обидно проиграли 1-0 представителям Санкт-Петербурга Университета. И уже в матче за третье место просто бросили играть и проиграли нашей команде, более колоритной команде Турбион. Которая заняла третье место. Первое место у нас заняла в этом турнире и АНТ. Искренне только и второе место Гамбург из Энерго Университета. Что не хватило нашим ребятам, чтобы подняться на первую-вторую строчку? Ну, конечно, каждый год не хватает, видимо, экономистам именно опыта. Именно игрового опыта на таких больших турнирах. То, что было у нас, у физиков. Кубок Джома вроде бы тоже нормальный турнир. Ну, я не знаю, в чем причина поражений. Потому что сколько турниров они уже отыграли. Постоянно именно тот же прошедший спорта-океатр КФУ. Они также в полуфинале проиграли. Видимо, у них не хватает концентрации. И одного лидера, который за собой потянул бы всю команду. У нас в команде физиков такие лидеры были, за которые мы тянулись. И благодаря этим лидерам мы стали чемпионами России. Но, к сожалению, в этом году путевка чемпиона станет другой, другая команда. И будем ждать. Что, к сожалению, очень жаль. Но у нас есть и другие надежды, как, например, в настольном теннисе. Насколько я понимаю, там каждые призеры едут именно в Анапу. Да, да. То есть тройка призеров поедет в Анапу. И мужская тройка, и женская тройка. Наши вуз представляют три участника. К сожалению, также мужчины не смогли нас порадовать своим успешным выступлением. А наша девочка Гульшат Сабирова стала второй. И поедет защищать титул нашего университета и регион Татарстан. Будем за нее болеть, переживать. Ну, а в целом про настольный теннис что можешь сказать? Ну, настольный теннис, да. В отличие от игровых видоспорта, там ни один из них не имеет права сборником. То есть это просто любители, которые любят играть в настольный теннис в свое собранное время. Конкуренция тоже каждый год сильная. Мальчиков было около девяти участников. Девочек чуть поменьше. Их было пять-шесть. Ежегодно настольный теннис у нас тоже в финал бывает очень серьезным. Посмотрим, что будет в этом году. Длинные шорты, заплетенные косы и страсть в глазах – все это женский баскетбол. 14 марта в стенах спортивного комплекса «Уникс» в рамках «Спартаке АДКФУ» состоялись соревнования по женскому баскетболу. Игры были напряженными. Эмоции так и зашкаливали у многих участниц. Но побеждает лишь тот, кто умеет в нужный момент собраться и показать все, на что способен. Именно так сделали финалистки соревнования. Игра за третье место запомнилась своими захватывающими моментами. Ведь девушки сборной института управления экономикой и финансов до последнего пытались противостоять скоростным и техничным спортсменкам набережной Челнинского института. Алена Ишимова, четвертый номер команды «Нчиковую», забила большее количество мячей, чем сильно помогла своей сборной. Но интрига таилась до самого конца. И победителем в этом женском противостоянии оказалась команда гостей из набережных Челнов. В целом игрой и результатом доволен, но, конечно, хотелось бы лучшего. Были шансы в полуфинале обыграть юридический факультет. Немножко подрастроились, но к игре с экономом мы собрались. И за все время, которое я участвую, мы впервые выиграли эконом. Для нас это большая радость. Мы довольны своим результатом. За первое место боролись команды юридического факультета и Института международных отношений и истории востоковедения. Игра была зрелищной. Явно обе команды не хотели уступать ни на секунду. В первой половине игры броски были неточными. По счету не было понятно, чем завершится этот финал. Каждую минуту цифры на табло положительно менялись то в одну сторону, то в другую. Но международницы были более собранными и забросили в корзину соперниц подряд 7 очков, что спровоцировало юристок ответить трехочковым броском. Но Маиф не отставал и заработал еще 3 очка. Во второй половине игры чувствовался небывалый накал страстей. И Маиф активно шел в нападение, забивая все больше и больше мячей. Здесь было все. Падения, фолы, крики. Даже судьи успели поспорить друг с другом. Юристки смогли заработать пару очков за счет штрафных, стараясь перехватить игру в свое преимущество. В конечном итоге победу одержал и Маиф. С каждым разом они все больше увеличивали разницу в счете. Была видна сыгранность команды и четкость их действий. Отличились игроки Алла Немчинова, Фаиля Галимова и Регина Якупова. Их совместные передачи оказались удачными, что привело к успеху команды. Итог 26-13. Победа Института международных отношений. Девочки так сильно переживали, что некоторые не смогли сдержать своих слез. Очень долго ждали. Занимали второе место после эконома. Эконом выиграли. Это уже одна радость. Тут выиграли, заняли первое место. Эмоции просто нереальные. Слезы так льются. Вообще невозможно просто описать. Болельщики тоже дали о себе знать. Несмотря на полупустые трибуны, в зале воцарилась атмосфера настоящего стадиона. Ребята подготовили веселые кричалки, интересные стишки, что безусловно стимулировало баскетболистов к победе, не давая им проявлять слабину. О таком спортивном духе поделился с нами один из болельщиков спартакиады. Несмотря ни на что, несмотря на трудности, мы выиграли всех. И сегодня мы показали, что ИМАИФ – это самый лучший институт. Получилось спонтанно именно кричалки, но болельщики у нас собирались уже за неделю. Представьте, многие сами писали, что хотели попасть на игры еще отборочно. И мы попали в финал, и естественно, люди пришли, подружали. В общем, а так это все спонтанно получилось. По окончанию финальной игры все три команды были награждены своими заслуженными медалями. А триумфаторы этого дня получили свой заветный кубок, который ровно через год окажется в руках новых победителей. Джамина Хуснудинова, Александр Фирсов. Неделя спорта. Хорошо, теперь предлагаю перейти к баскетболу 3х3, где наши девушки из команды «Прогноз погоды» смогли занять первое место. Да, вот что-что, но баскетбол получился очень жарким. На площадке Академии проходили мужские и женские игры. У нас были большие ставки и на мужскую команду, и на женскую. Мужчины участвовали в групповых играх, и потом уже в полуфиналах и финалах. И наша команда тоже вышла в финал. И была очень тяжелая игра со сборной КАИ. И в основное время выйти не очень не получилось. И уже в овертайме, точнее оказались игроки КАИ, одним броском, двухочком они решили судьбу игры. Очень обидно за наших ребят, они были достойны попасть в финал. А среди девушек проходил чемпионат, то есть 5 команд играли круглую систему. Тут тоже получилась такая интересная закрутка, что наша команда и КАИ набрали одинаковое количество очков по 7. Но в личной встрече наши девчата одержали победу и получили путевку в финал. А все игры получились очень ожесточенными, что можно сказать по счету игры. 4 из 5 игр наша команда победила в разницу в 1 очко. Ну скажи, пожалуйста, а что у нас происходит получается с мужскими сборными? Видимо... Как-то резко вот так вот все оборвалось и в итоге нас будут представлять одни девушки. Ничего плохого не имеем, просто хотелось бы как-то разбавить. Ну видимо мужская половина населения у нас во внутривудском этапе проигнорировала отбор. И у нас участвовали не самые сильнейшие представители нашего вуза. Поэтому можно сказать, что на оригинальный этап попали не самые сильные представители КФУ. Ну это уже будет урок нашим мужчинам, что они показали себя... Не показали свой характер, а мужской характер показали наши девчата, которые бились до конца и побеждали. В прошлом году у нас отличились мужчины, в этом году мы думали отличаться девушки. То есть ждем от них побед в финале. Ну прежде чем я у тебя спрошу, на какой вид спорта ты больше ставишь на всероссийском финале, предлагаю сейчас сначала посмотреть сюжет о шахматах, которые проходили на площадке энергии университета, а потом мы уже продолжим дальше обсуждать. Так, друзья, сюжет про шахматы в рамках Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Смотрим, наслаждаемся и возвращаемся в студию. Тренажеры для ума. Именно так называют шахматы любители этого вида спорта. В аудитории Казанского государственного энергетического университета минувшие выходные было удивительно тихо. Сосредоточенные на игре студенты переставляли фигуры на досках, а с портретов на стенах на них смотрели лучшие шахматисты. В такой атмосфере проходил региональный этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по шахматам. За чемпионский титул бороли студенты четырех вузов в Казани. Казанского федерального университета, Казанского авиационного института, Казанского государственного энергетического университета и Казанского государственного медицинского университета. Всего 12 человек. Семь юношей и пять девушек. Победители внутри вузовских этапов шли к этому чемпионату долгим и трудным путем. Тимур Себогатолин, студент КНИТУКАИ, участвует в таком турнире впервые, но в шахматном спорте уже не новичок. Шахматами занимаюсь с детства, так любительски. И иногда приходилось играть на соревнованиях. На первом курсе, как бы даже не звали, вот в этот раз узнал, прошел отбор и сыграл. По итогу чемпионата Тимур одержал победу в пяти партиях. Одна партия была сыграна в ничью. Второе место занял студент КАИ Альберт Хисупов. Почетное третье место достал студенту вуза, в стенах которого и проходил чемпионат Тимуру Нурулину. К слову, шахматный спорт КГУ активно развивается. Тренер шахматной команды университета Юрий Николаевич Зыков уверен, что шахматы не только увлекательная игра, но и настоящий спорт, в котором не обойтись без воли к победе силой большой степени самоорганизации. И потому интерес к шахматам с годами не становится меньше. Это меняется, ведь и правила игры меняются. Мне кажется, шахматы будут играть. Потому что сейчас часы другие, время другое, с добавлением играют. Поэтому перспектива у шахмата, я думаю, что большая. Желание есть у молодежи играть. В Казани тут не было места, а сейчас и место появилось. Но сам президент республики Татарстан сказал, что будет всем место, где играть. Ну и выполняет свои обещания. Представительницы прекрасного пола также показали отличные результаты. Студентка КГМУ Луиза Карасева, которая одержала победу среди девушек, тоже дебютант на этом чемпионате. Шахматами девушка увлекается с детства, а в студенческие годы ее интерес к игре начал только возрастать. Сейчас я здесь первый раз, но чтобы сюда попасть, я отбиралась на внутривузовском этапе, стала там победительницей и теперь представляю наш университет здесь. Мои соперницы были достойными, но мне удалось их обыграть и, в общем-то, я довольна своей игрой. Второе место в чемпионате осталось за студентка КГУ Гузель Гермудиновой. Бронзовым призером стала студентка Казанского федерального университета Алина Ахмедова. Ну что ж, как мы видим, третье место заняла Алина Ахмедова из Казанского федерального университета, чем ее можно, соответственно, поздравить. Она, по идее, должна тоже получить путевку в финал всероссийский, который пройдет в Анапе. В целом, по шахматам что можешь сказать? Ну, Алину Ахмедову я лично знаю сам, она является студенткой института физики, она участвует в чемпионате АСК уже третий год подряд. В прошлом году она попала на окружной финал, но там осталась за призер, стала четвертой, не попала в призы и не смогла попасть в финал. В этом году система проведения всероссийского финала поменялась, в этом году окружных финалов нету и призер регионального этапа едет сразу в финал. Поэтому Алина заняла призовое место и уже поедет на финал всероссийский, где я надеюсь, что она себя тоже хорошо покажет. Но финал в этом году получится очень тяжелым, так как будет очень много участников. В прошлом году были в игровых видах спорта 10 команд, а среди участников всего 15. В этом году система поменялась и уже участников будет намного больше и конкуренция будет намного выше. Поэтому любой, кто попадет в финал, имеет шанс на победу. Поэтому, несмотря на то, что Алина заняла третье место, будем надеяться и верить в нее, что она сможет также побороться в финале России. Тоже надеемся на это. И теперь про волейбол. Забавная картина получается. У нас действительно женский финал. Одни девушки у нас пробились в всероссийский финал Ассоциации студенческих спортивных клубов по волейболу. Тоже наши заняли там первое и третье место. Что можно сказать по этому? На это уже были шутки, что от КФУ поезд женский десант на финал. Также девчата очень хорошо себя проявили. На равных бороться с Академией. Обе команды были нашей достойно попасть в финал. Но более удачно оказалась первая команда, которая также победила во внутривузыском этапе АСК. Были равные игры. Среди мужчин, конечно, не повезло основу нашим парням. Они остались за чертой призеров. Четвертое место. Кому они проиграли? Ну, себя хорошо проявила команда Павловской Академии, которая без шансов обыграла всех соперников. Второе место стали КНИТУКАИ и третье КХТИ. Ну, получается, что да, будет у нас женский десант в Анапе. В этом году так. Будем верить в наши женщины. Ну, отлично. Тогда возвращаясь к тому вопросу, который я хотел тебе задать раньше. На какой вид спорта, в котором прошел Казанский федеральный университет, ты делаешь больше надежды? Дело точно, мы дойдем до финала-финала. Я рассчитываю, что нас удивят игровые виды спорта. У нас женская команда по баскетболу и по волейболу показывает поистине характер. Они играют до конца, борются. Я поставлю на обе команды игровые, на волейбол и баскетбол. Думаю, что они точно будут призерами, это как минимум, и будут бороться за чемпионство. А за наших девочек, которые поставляют настольный теннис и шахматы, они пока не являются фаритами, больше являются темными лошадками. Но же время может их свести так, что они также могут попасть в финал и там уже побороться, показать наш характер победителей и достойно защитить наш регион, наш вуз, наш алмаматер. Ну что самое интересное, то что если мы берем чисто женские виды спорта, где они присутствуют, мы есть во всех. Потому что мини-футбол уже женский не разыгрывается. Если бы разыгрывался, я был бы уверен, что они тоже пройдут. Я тоже думаю, что женский футбол тоже прошел бы. У нас в КФУ женский мини-футбол развивается очень хорошо. Как известно, в прошлом году наши девчата попали на ПФУ, это уже среди профессиональных команд и стали КМСниками. Но вот тут есть уже ограничение, что войска КМСниками не допускается. Но у нас помимо них есть молодое поколение, то есть за девочки я бы не переживал. Хорошо. Итак, друзья, для вас напоминаю, что в начале мая состоятся именно игры Всероссийского финала Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Все это пройдет в городе-курорте Анапа. Ренат, я надеюсь, ты тоже туда отправишься вместе с девушками, да? Да, я как минимум поеду как представитель команды. И уже мне поступило приглашение от АСК поучаться в организации этого мероприятия Всероссийского финала. Так как я себя хорошо показал на внутривузском этапе, на региональном этапе. И мне это очень стидит, что именно АСК меня выделяет и хочет пригласить. Поэтому встретимся в Анапе. Надеемся, что встретимся, потому что нам тоже бы хотелось вместе с вами отправиться и уже напрямую выдавать результаты игр именно с города-курорта Анапы. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, что мы будем наблюдать за вашими играми воочию. Ну, пока ничего сказать не можем, к сожалению. Но главное, чтобы наши девушки туда отправились и, естественно, привезли нам золотые медали. Согласен, да? Да, согласен. Надеюсь на поддержку нашего университета, что наши девчата поддержат и их отправят в Всероссийский финал. Ну и замечательно. Ну что ж, друзья, еще раз напоминаю, что в начале мая, примерно 5-10 числа, состоится Всероссийский финал Ассоциации студенческих спортивных клубов России в городе-курорте Анапа. Нас там будут представлять девушки в четырех видах спорта. Естественно, им мы желаем удачи. И, Ренат, тебе желаем удачи. Спасибо. В дальнейшем надеюсь, что сборная физики все-таки вернется и когда-нибудь защитит свой титл. Да, надеюсь. На это надеемся. В студии у меня сегодня был председатель студенческого спортивного клуба Казанский Юлбарс и Казанского федерального университета Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большое спасибо, что ты пришел. Спасибо вам за приглашение. Меня зовут Роман Блинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин